Абхазо-Российская археологическая экспедиция в селе Маркула Чемчирского района проходит с 2013 года. Раскопки проводятся на нескольких участках и в этом году эта работа продолжилась. Каких результатов достигли ученые, каковы наиболее интересные находки, как идет сотрудничество ученых Абхазии и России, а также насколько важно взаимодействие в этой сфере для обеих сторон. Об этом побеседуем с Урамом Саканья, кандидатом исторических наук, искусствоведом, руководителем раскопок на Маркульском городище со стороны Абхазии. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Рады вас приветствовать. И сразу скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, удачная была в этом году, скажем так, экспедиция или же все-таки результаты не очень вас радуют? Что бы вы сказали? Нет, именно наша раскопка была достаточно удачной. Конечно, мы все хотим, как шлим, открыть нечто такое, но и тем не менее, несмотря на то, что мы копали в этом году вслед за грабителями, все равно, значит, мы нашли определенные предметы, определенные, скажем так, представляющие серьезный интерес для взаимно культурного влияния Древней Греции и Абхазии. И есть предметы, и есть вещи, и есть обломки, и есть надписи на грешеском языке, есть вещи, которые мы до сих пор не знаем, не то, что до сих пор, но будем узнавать, скажем, какие-то железные гвозди, чуть ли не полметра, ну, 42 сантиметра, представьте себе, вот, такие, они выглядят как гвозди, поэтому мы сегодня не можем сказать, что это такое. Может быть, это имело культурное значение, но самое главное, мы в этом году должны были копать, значит, на храме, это чуть подальше там, где в этом году копали, но, к сожалению, из-за грабительских разведывательных, видимо, работ, мы решили все-таки, значит, дальше расчистить, расширить и углубиться, и мы дошли до уровня скалы, это около 50-60 сантиметров грунта. Ниже невозможно копать, это скальный грунт. Ну и, конечно, земля очень суровая, твердая, с корнями, со всевозможными, и трудно копалось. Ну и, тем не менее, значит, мы нашли большое количество бусинок. Я даже плохо представляю, что вот как молодые люди могли разглядеть бусинки, ну, размером с 1 миллиметр. И таких бусинок мы нашли, наверное, около 100. А с какого материала? Стекло, камень, и причем, значит, и стекло, и камень имеют, значит, как и бисера, вот дырочки для нанизывания. Вот, конечно, есть и чуть-чуть крупнее, которые даже я бы нашел, естественно, но и, тем не менее, вот такие находки были. Конечно, это грабителям, им это было неинтересно, и поэтому они, видимо, что-то нашли, а, может быть, и ничего не нашли, мы точно не можем сказать, почему, потому что был раскоп небольшой, значит, глубиной, ну, 35 сантиметров, и там несколько таких вот буквально как колодочки, да, вот колодцы раскопки. Но мы решили, значит, в этом году отложить раскопки на церкви и расширить, значит, грабительский раскоп. И ничего, нормальные находки, можно отдельно под подробности, если угодно, можем говорить. Насколько вот эта, скажем так, выходка, да, вот этот акт вандализма, да, грабительства, насколько она помешала вашей работе, которая уже вот столько лет продолжается, и как мы наслышаны, что это не в первый раз? К сожалению, да, не первый раз, но что делать, значит, такова наша судьба. Жители Абхазии время от времени с приезжающими гостями, скорее всего, или, может быть, и нет, может быть, самостоятельно, но, конечно же, это же из Тбилиси не приехали, это же откуда-то не приехали, это недалеко живущие люди, которые знали, где мы копаем, у которых, наверняка, есть аппарат, который получше, чем наш, у нас фактически его и нет. Кстати, могу отметить, что в институте, в Абхазском институте в Абни аппарат-металлодетектор вообще нет. И в этом плане, конечно, получается как некий нонсенс. Почему? Потому что у грабителей все есть, а институт, который занимается изучением археологии, ничего и нет. Ну, это так бывает в жизни, конечно. Как восприняли, когда вот вы пришли, увидели, это было в начале работ, в начале экспедиции, или вот в разгар? Это не в самом начале, это произошло где-то весной, как мы предполагаем. Причем, потому что, когда мы пришли, там видно было, что, значит, земляне и вчерашь свежесть, да, раскоп. Ну, вот как-то так происходит время от времени. Не только у нас это, видимо, везде, по Абхазии. Есть такие люди, которые способны ограбить самого себя, свою семью, свою родину. И постараться, видимо, если что-то найдут, конечно, постараются продать. Но я не уверен, что ограблено таким образом народное добро, историческое, культовое, она никогда не принесет счастья никому абсолютно. В одном интервью сказал, и я думаю, что я прав. Почему? Потому что в таких случаях обязательно рикошетом ударяет. Возможно, значит, в семье обязательно трагедия. Или у внуков будет. Это никто не застрахован от этого. Но нельзя трогать. Вот вспомните жителя Чандары, рядовой жителя Чандары, когда он нашел действительно серьезно, ценные и ценного материала предметы, он принес и отдал музею. Государство отблагодарило. Если есть какие-то такие суперценные для Абхазии материалы, конечно, государство найдет возможность выкупить. Но не грабить же надо, а предлагать надо. И в конце концов, ну, вы знаете, что археологический материал ценен тогда, когда она находится в комплексе. Конечно. И она, если вырвана из контекста, это, как с любого произведения, вырвано из контекста слово, оно ничего не говорит. Почему? Потому что каждое слово можно найти в энциклопедии. Но энциклопедия романом не может стать, поэзии не может стать. И это то же самое в археологии, в науке, в этой науке. Она должна находиться в комплексе. Только тогда любой предмет начинает раскрывать себе. Вот как-то вот так вот. Ну, наверное, очень сильно помешало изысканиям, научным каким-то работам, вот сказать, вырванные из контекста фрагменты. Сейчас, наверное, трудно обобщить и как-то поставить их на свое место, где их пазл, скажем так, находится. Значит, вырванные, они не смогут даже определить время. Это надо быть суперспециалистом, который может сказать, что вот этот предмет этого времени, если он вырван из контекста. Я сейчас имела в виду наших ученых. Если на этом предмете надписи нет, то практически это нереально. А другое дело, таких специалистов с такими людьми отношения не имеют. Нигде в мире. Почему? Потому что эти люди самодостаточные. Они, значит, не лезут вперед, чтобы себя показать. Они работают как фанатик. Они работают над предметами, над вещами, изучают. Ну, и дальше, конечно, расшифрованно это входит в систему истории. Ну, а что касается нашей, значит, конечно, мы теперь предполагаем, что там была некая гробница. Мы нашли, значит, где-то в пяти местах человеческие останки. Но сильно порушены, сильно эрозированы, сильно от кислотности почвы разъеданы. Там небольшие фрагменты челюсти, небольшие фрагменты трубчатых костей и так далее. Конечно, среди них наверняка было похоронение и мужское, и женское. Это предстоит изучать антропологам. Конечно, по этим разрозненным останкам мы навряд ли определим, что это женское или, значит, детское можно определить, взрослое можно определить, но женщины или мужчины мы это не сможем определить. То есть наш уровень, наша специализация не предполагает. В прошлые годы мы работали с антропологом Шведчиковым, и у нас есть общие статьи, есть, значит, доклады и так далее. Но, значит, она загружена, в этом году она не смогла приехать и поработать с нами. Вот эти находки, которые там были обнаружены, вот те же кости, это все, что потом дальше? Как вы их дальше исследуете? Где-то вы их складываете, потом изучаете? Или вот вы сейчас говорите, сейчас нет у нас возможности, может, она появится позже. Вот как у вас эта работа происходит? Ну, значит, вот что происходит. Костные останки, ну, в институте археологии или, значит, в другом каком-то институте, если найдются антропологи, обычно, значит, договариваются за определенную сумму. Конечно, много платить к свете не может. Тем более, там, московский институт оплачивает, а абхазский институт не может оплатить. Мы как предаточная. Вот если бы и с абхазской стороны тоже была бы какая-то оплата, наверняка, это было бы гораздо и удобнее, и легче. И мы тоже себя чувствовали бы, так скажем, более комфортно, а не оглядываться на московский институт. Но и тем не менее, что есть, то есть. И в этом плане, конечно, когда специалисты найдутся, находятся, мы договариваемся словесно. Они могут приехать в нашу базу зимой, осенью, или весной, или летом, в конце концов, тоже, значит, море там недалеко, так что полезное с приятным можно сочетать. В этом плане, кажется, можно такие вещи делать. И мы-то это тоже делали. Кстати, если время есть, я продолжу. Но когда копали в церкви, там много останков, и еще больше останков мы, значит, хотим. Почему? Потому что мы хотим выйти на нетронутую землю. То есть до того, как христианская культура туда, на этот холм пришла. Почему? Потому что у нас есть подозрение, что там могло быть святилище, там могло быть капище какое-то. И вполне возможно, что от языческой эпохи до нашей эры, или, значит, до христианской эпохи что-то. Ну, для этого надо этих костей поднять и так далее. Ну, как вы понимаете, в христианской или в любой другой религии, когда большое количество людей хоронят вокруг или, значит, рядом со святым местом, то кости перемешаны часто так бывает. Сейчас я как бы на другую тему. В Моклах мы работали, и в небольшом помещении мы нашли пять захоронений, буквально, значит, вот сколько, полтора на два метра, один над другим. И, конечно, самый глубокий, значит, да, нижний был не тронутый, а все остальные были относительно перемешанные. То есть так и происходит и в храмах тоже, и в нашем храме Маркульском тоже. И в этом плане, когда работала с нами вот Шведчикова, антрополог, вот мы нашли возможность, значит, более или менее правильно расположены останки костей. И вот из 16-17, скажем, останков, вот эти две останки более или менее правильно были, и изучение нам дало очень хорошие результаты. Первое, во-первых, мы определили, мы определили, кто именно в этом храме похоронен. Значит, нам сказали по останкам каких-то там, не знаю, значит, атомов, каких-то стронций, анализ зубов показал, что эти люди сформировались. То есть вот вы знаете, да, детские зубы молочные выпадают, и следующий этап – это формирование всего человека. И в этом плане эти люди сформировались в этой экологической нише. То есть это не приезжие, это не залетные, это не гости, это не откуда-то, а именно жившие именно где-то в районе Маркула, во всяком случае. И мы определенно знаем, чем они питались, и где-то даже чем болели. То есть вот эти вот… То есть много выводов можно сделать из этой информации. Да, много, да. Вот это хорошо дает вот этот комплексный подход. Вот вы такой пример дали, где идет сотрудничество вот в определении, да, в каких-то, когда вы определяете, исследуете уже находки. Как непосредственно идет процесс взаимодействия? Вот две же экспедиции – с российской стороны, с Абхазской. Как идет вот это взаимодействие? Насколько оно эффективно? Как строится работа? У кого, скажем так, какие функции? Или они одинаковые? Что вот выращиваете? Ну, сейчас, значит, вот посмотрите. Во-первых, в Маркульской экспедиции, значит, Елена Викторовна Требулешко, значит, которая работает с российской стороны, она здесь в Абхазии не новичок. Она еще, будучи аспирантом, в 2000 году с Горловым, с ее руководителем, он ныне покойный, они приезжали, изучали, так называемые, значит, определяли гисттехнологии места распределения памятников. Потом она защитилась и так далее, и так далее. И дальше, значит, вот она и продолжила работать здесь. По законам Абхазии, никто из вне Абхазии, значит, какой бы ни был специалист, не имеет права без местных специалистов заниматься археологией. Ну, как вы понимаете, доверие есть доверие, но все равно, значит, к истории просто так подкатываться и что-то совершать неразрешенно. Соответственно, значит, в институте все, кто занимается, занимаются определенной работой научной, и у каждого свой фронт работы. Ну, скажем, значит, тот, который занимается палеолитом, он не может заниматься средневековьем. Тот, который занимается средневековьем, ну, не может заниматься, скажем, да, вот бронзовой эпохой. Ну, конечно, какие-то смежные моменты бывают, а в данном случае мы вышли, углубились глубже, чем христианская эпоха. Ну, и эту эпоху тоже нам знакома, хотя бы из-за того, что, значит, искусствоведы обязаны знать материальную культуру народа или народов прошлых веков. И в этом плане, значит, вот она, вот как-то было определено, что я вот с ней должен работать. В одно время я работал еще в Адзюбжах с Андреем Белинским, он со Ставрополя. У нас была идея фикс найти очень древний город, первый-первый город, где греки, значит, как бы, да, прибыли. Потом Игорь Иванович вот начал с ним работать, и, вы знаете, она непокойная. Ну, а теперь, значит, кто работает? Алик Габеля с ним работает. Это были серьезные экспедиции. По 60, по 70 человек люди работали ежедневно. Там целая группа фотографов, целая группа компьютерщиков. Кто-то измеряет, кто-то пишет, кто-то описывает, кто-то копает, кто-то просеивает. Ну, какие-то такие. Это были серьезные работы. Но в этом году из-за серьезных каких-то болезней такая, значит, мощная работа. Нет, но все равно, значит, группа в Адзюбжах тоже работает. Ну, до этого, до начала нашей экспедиции Маркульской в Ачимчирах работала экспедиция Аркадия Ивановича Джопуа. Они работали давно с Аскаковым. Был такой, значит, специалист. Вот с прошлого года, значит, работает Лебединский. Сейчас имя отчества не скажу, но серьезный товарищ, который работает и в Крыму, и в Египте, и в каких-то других регионах. То есть человек, археолог широкого, так скажем, профиля и имеющий-то определенные возможности. И в этом плане, в этом году их работа увенчалась серьезным таким открытием внутри, не внутри храма, как бы за пределы храма, но внутри, значит, храмового сооружения была обнаружена некая, возможно, стела, возможно, конструкция в виде столба, в виде опоры, на котором имеется греческий надпись. Надпись до конца не просчитана, но, во всяком случае, там есть изображение креста, там есть надпись, которая читается хорошо, «Стефанос», что-то такое. Ну и понятно, что такие надписи просто так в храме или рядом с храмом не могло появиться, тем более, это христианский знак, показатель того, что умерший, похоронен, значит, умер в таком-то, таком-то, да, и так далее. То есть эта надпись предстоит, к большому сожалению, у нас нет специалистов, отец Дорофей у нас может читать, еще ребята могут, но вот древнегреческий язык более профессионально занимается в Москве, и, скорее всего, в Москве это будет прочитано. Что касается нашей работы, вот мы уже давно работаем, в 13-м году мы обнаружили случай, то есть Абхазия знала, что там есть церковь, но, значит, эту крепость, и в крепости вот эта церковь считала, что это, ну, недавнее, ну, 14-й век, ну, 15-й век, да, и так далее. 14-й век, да, ну, бывает, такие тоже, да, ну, если не специалист, но хороший историк, если он не знает специфику каких-то конструктивных форм, объем, пространство и так далее, он может так сказать, это не обидно, но все равно это памятник. Когда мы прошли, слегка расчислили, она была заросшая, и вдруг, значит, такие памятники, скажем так, ближе 6-го века не встречаются в мире, в христианском мире. А почему у нас в Абхазии она должна встречаться? И, конечно, когда стали, значит, углубляться, когда стали изучать, мы поняли, что этот храм, ну, если не середина 4-го века, то конец 4-го века, начало 5-го века. То есть это уникальная информация, уникальный материал. И вот то, что работают, скажем так, совместно, да, ученые России, ученые Абхазии, насколько это полезно, насколько это продуктивно, вот как вы оцениваете? Ну, я думаю, что очень продуктивно, и много чего, значит, у наших московских, потому что приезжают разные, да, работать в нашей экспедиции, достаточно продуктивно. Конечно, нам бы хотелось шире, но шире, дороже невозможно. Да, да, сложно. Ну, посмотрите, тот же церковь, да, ну, я как специалист определил, и археология доказала. Ну, дальше, посмотрите, там есть башня. Башню считали тоже позднее. Даже вполне возможно, додьяновская эпоха. Ну, что как бы. Потому что там есть какие-то элементы, которые, значит, во времена Турецкой, да, Османской империи, какие-то элементы есть. А когда стали изучать археологически, там три культурных слоя внутри. Эти культурные слои уходят в римскую эпоху. Значит, и более того, ну, скажем, первый-второй век, до и первый-второй век, третий век нашей эры. Керамическое изделие, обломки, которые мы нашли, она не выходит за пределы этого времени. Мы нашли очаг. Вполне возможно, когда-то там был некий такой, значит, очаг, перед которым, возможно, приносили какие-то жертвы. Извините, вот в этом году, где мы копали, мы тоже нашли кости петуха, мы нашли, значит, свиной череп, фрагмент черепа, мы нашли... Это что-то ритуальное? Что-то ритуальное, да. Вот я как раз хочу к этому вас вывести. Нашли олени рога. Ну, маленькие, да, но все равно рога. То есть они просто так не бывают. И еще какие-то такие моменты. Ну, и, конечно, к сожалению, я не могу не отметить, но, конечно, вечерин слушает, так скажем, если кто-то будет слушать, обязательно будут грабители, конечно. Мы нашли две монетки маленькие. Ну, значит, слегка расчистили, мы поняли, что там греческая надпись. Вполне возможно, медная или бронзовая. Ну, навскидку, ведь это тоже надо быть специалистом, навскидку, такое ощущение, что это, может быть, понтийское время, то есть понтийское царство, которое противостояло великому Риму, но потом, в конце концов, и Рим поглощает его. А может быть, и даже римское, мы не знаем. Ну, вот в определении, потом в исследовании дальнейшее. Вы сотрудничаете дальше? Конечно, конечно. Вот буквально в Челябинске есть город Мяс, и у нас совместная статья о выступлении. Возможно, я выступлю, возможно, завтра. Вот в сентябре, вот такие, значит, скажем, совместные статьи. Должен сказать, что в Абхазии ведь не так много возможностей печататься. Вот представьте себе, ну, ага, один журнал, который выходит четыре раза в год, или два журнала тоже, значит, ограничено. А в институте 100, более 100 человек, которые занимаются наукой, фактически и негде печатать. Это тоже имеет определенные такие вот, я так скажу, ну, трагедии наверняка. Почему? Потому что в обществе не затребованы научные какие-то. Значит, попутно могу сказать, что, значит, мы работая, раскапывая, мы параллельно работали с выявлениями фиксации храма в Абхазии. У нас вышла еще несколько лет назад небольшая книга по Западной Абхазии, включая Сухумский район. А кто авторы? Автор Требелева и я. Вот в этом году, ну, скажем, как сигнальные, что ли, вышли, тоже, значит, в соавторстве, тема моя, но и тем не менее, значит, участвует, но уже более объемная работа по Восточной Абхазии, храме Восточной Абхазии. Ну, вот в процессе археологической работы мы не смогли найти промежуток времени, чтобы выехать в Кадорское ущелье. Почему? Потому что там тоже имеются храмы. Они известны, некоторые известны у Воронова, некоторые там у других наших авторов, но и тем не менее, сегодня вы знаете, скажет, в каком-то селе есть церковь, если она заросшая, если она не в центре села, то очень сложно подойти и обнаружить. И поэтому мы как раз вот это кис-технологии позволяют. Мы приходим и по GPS-у, и по ГЛОНАССу мы определяем место расположения этого и пути подхода. Это на будущее, если кто более глубже будет заниматься археологией, через 50 лет, через 100 лет, когда нас уже не будет, скажем, тогда человеку проще, понимаете. Вот по археологической карте Воронова вот прийти в селе, скажем, там, да, в каком-то найти, где объект это был, это нереально. Если объект, так скажем, широко неизвестен, как Писунский храм, Бедийский храм. То есть работа непочатый край для учёных. Очень серьёзно, да. И, скажем так, поле деятельности и для сотрудничества, и для какой-то совместной работы. Ну, много совместных. И отдельно, и совместно, да, много совместной работы. И я, не знаю, хотим резюмировать разговор. Я думаю, что сотрудничество вообще хорошая вещь, в науке тем более, наука, культура, там, не знаю, различные сферы, это то, что не может существовать обособленно. Вот. И в этой связи я желаю успехов. Спасибо большое. Нашим учёным. Это действительно то, что мы должны знать о своей стране. Спасибо российским учёным, которые тоже принимают очень активное участие. Без них мы бы не стали, потому что, ну да. Я благодарю вас за интервью. О сотрудничестве учёных Абхазии и России, в частности, в сфере археологии, совместных раскопках и научных исследованиях, а также о важности такой взаимной работы для обеих сторон мы говорили с Урамом Сакане, кандидатом исторических наук, искусствоведом, руководителем раскопок на Меркурзском городище со стороны Абхазии. Благодарю.